Ребят, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Сегодня будет такое техническое видео, такой небольшой репортаж с одного из объектов, где мы будем ставить систему усиления сигнала сотовой связи в подвале. И я вам здесь постараюсь ответить на самый популярный вопрос. Во-первых, зачем он нужен в подвале, потому что не все понимают. Это первое. И второе, я отвечу на вопрос, почему же нельзя ставить антенну непосредственно рядом с полуподвальным окошком? Почему ее нужно относить в сторону? Об этом сегодня поговорим. Видео постараюсь сделать небольшое. Кто не подписался, подписывайтесь, будет интересно. Два слова затронем про экологию. Покажу в очередной раз, какие уровни электромагнитного излучения от комнатных антенн и от телефонов. Вперед! Поехали! Итак, друзья, первое, с чего мы начинаем всегда, это правильно определить частотный диапазон, на котором должен работать усилитель сигнала сотовой связи. Пока я вам показываю, где мы определили место для антенны и так далее, поясняю. Есть бесплатные мобильные приложения. Обращайтесь ко мне в Telegram. Я в конце дам ссылку на свой Telegram. Где мы объясняем, как с помощью смартфона правильно определить частотный диапазон. И вот уже определив частотный диапазон, вы будете знать, на каких частотах нужно покупать репитер. 900 МГц, 1800 МГц, 200 МГц, какие-то другие частоты. Но вернемся к нашему объекту. Вот смотрите. Определили мы частоты. Выбрали репитер. Определили место, где у нас будет установлена внешняя антенна. Спускаемся в подвал. Вот в этом месте, куда я сейчас спустился, здесь у нас будет установлен сам блок усиления. Это перепад минус один этаж. Это очень важно. То есть внешняя антенна не может находиться на том же уровне, на котором будет находиться и комнатная антенна. Вот сейчас мы перемещаемся глубже по этому подвалу. Здесь, разумеется, сотовая связь не работает от слова совсем. И вот на этом месте, приблизительно в этом месте, будет у нас комнатная антенна. Круговой диаграммы направленности. Идем дальше. Вот этот подвальчик, где мы заходили. Вот окошко. Вот здесь, сразу рядом, ни в коем случае нельзя размещать комнатную антенну. Ни под каким соусом. И здесь же, рядом, нельзя размещать внешнюю антенну. Поэтому мы ее подняли на уровень выше первого этажа, для того, чтобы обеспечить развязку. Чтобы сигналы внешней антенны ни в коем случае не закольцовывались сигналами от комнатной антенны. Желательно делать перепад, ну, хотя бы метров 8. Может быть, даже 10. По периметру желательно убрать, что мы и сделали. Я вам показываю, как мы завели кабель. Комнатную антенну относительно внешней антенны метров на 15-20. Не меньше. Вот мы прокладываем кабель по всем этим лючкам, там, все что угодно. Нигде кабель не ломаем. Прокладываем аккуратно. Вот он проходит у нас в отремонтированном помещении к тому месту, где у нас будет комнатная антенна. Вот мы его вывели. Следовательно, сам репитер вот таким образом закреплен. Мы даже его специально еще проволокой аж прихватили, потому что дом старый, стены ветхие, и достаточно трудно закрепить усилитель, чтобы он просто банально не упал. Окольцовываются, оконечиваются, извините, кабели, и включается репитер. Вот здесь очень интересный момент. Когда я включил репитер и нажал кнопочку авто, а это нужно сделать обязательно, то, несмотря на то, что репитер имеет сертификат, имеет нормальные фильтры, все равно он нормативно не заработал. Все дело в том, что базовая станция слишком близко. Вот я вам показываю аттенюатор. Чуть-чуть попозже я вам расскажу, что это такое. И с помощью аттенюатора мы получили вот такую картинку. Вот смотрите, мы смотрим сигналы, которые от нас идут в сторону базовой станции. Я встал напротив антенны. У меня в руках собственная направлена антенна, подключена к анализатору спектра частот. Все выведено на экран. Кстати, сигнал чей-то полез. Кто-то уже звонит там или в интернет выходит. И мы видим, что у нас сигнал не возмущается. То есть у нас все в нормативе. Мы в сторону операторской базовой станции не создаем помеху, как это бывает с китайскими репитерами. Одной рукой неудобно, поэтому я переключаю, показываю вам другой частотный диапазон. Там повнимательнее посмотрите, на экране хорошо видно. В данном случае у нас репитер на трех диапазонах частот. Вот такая история. То есть мы не поднимаем, как это делают все китайские репитеры, помеху. У нас все хорошо. Теперь мы заходим в подвальчик. Наш репитер включен. Это уже не оплинки в сторону базовой станции, это даулинки, которые от комнатной антенны идут к нам, к нашим сотовым телефонам. На том же анализаторе спектра частот я вам показываю уже, насколько мощные сигналы. Чуть-чуть попозже я вам покажу, насколько они плохие, без этой системы усиления. То есть в данном случае все вообще красиво. Вы видите, на разных частотах все очень хорошо. И выключаем. Пожалуйста, вообще практически ничего не заходит. То есть у нас в подвале нулевой сигнал, несмотря на то, что на улице рядом со зданием, у нас все очень хорошо. Дело в том, что сигналы сотовой связи через толстые стены, да еще в подвалы, не заходят. Поэтому нужно ставить систему усиления. И вот смотрите, картинка следующая. Все подключено. Я показываю вам, как меняется сигнал. Вот это белое внизу, да, это у меня направленная антенна на груди, просто я ее придерживаю. Вот мы заходим. Сигналы начинают расти. Немножко то, что они скачут, это все понятно, потому что мы сейчас перемещаемся. Вот я поворачиваю в сторону нашей комнатной антенны. Вот она, 360 градусов. Видите, аж за шкал. То есть очень хороший сигнал с точки зрения его качества. Мы его хорошо подняли. Поэтому у нас телефоны будут и в интернет хорошо выходить, и будут хорошо получать входящие, совершать исходящие звонки. Все очень хорошо. Ну а теперь у нас сладенькое. У меня в руках анализатор электромагнитного излучения. Достаточно в широкой полосе он работает. И вот я вам показываю. При норме в России 10 микроватт у нас сигналы никак не зашкаливают. У нас до 10 микроватт. Напомню, в Европе у нас 100 микроватт. Например, в Японии 1000 микроватт. Норма, да, норматив уровня электромагнитного излучения. У нас всего-навсего 10. Это очень-очень гуманно. Друзья, ну на этом все. Тезисно давайте еще раз пробежимся по тому, что я вам уже сказал. Основная задача – это разделить сигнал внешней антенны, которая работает с базовой станцией, от сигнала комнатной антенны, которая работает в помещении. Комнатных антенн, как вы понимаете, может быть много. Так вот, ближайшая комнатная антенна, это самое... Ближайшая ко внешней комнатной антенны – это самое опасное место. И чем она дальше от внешней антенны, тем лучше. Конечно, надо понимать, какая у нее диаграмма направленности. То есть вот такую антенну, которую я показал вам сейчас в этом видео, ее нельзя вешать на стену. Вот так как, блин, да, а то некоторые призывают, вот я повесил ее как в фонаре. Нет, конечно. Она имеет определенную диаграмму приблизительно 55 градусов вертикальной плоскости по радиусу 360 градусов. Понимаете, да? Поэтому если вы ее повесите на стену, куда она будет светить? Она будет, с одной стороны, упираться в пол, с другой стороны, она будет светить куда-то вверх и, может быть, даже попадет на вашу антенну, которая, например, на крыше вашего дома, на даче или еще где-то. То есть надо сделать правильно. Панельная антенна, наоборот, не может висеть на потолке, она должна висеть на стене. Это такие моменты. Тут, знаете, такой формулы, что называется, в две секунды я вам не дам. Это нужно либо специалисту, либо тщательно изучать все эти характеристики, либо обращаться уже вот к монтажникам. Дальше. Кабель не ломаем. Под 90 градусов кабель не складываем, потому что кабель есть минимальный радиус изгиба. По кабелю ногами не ходим, не плющим его, да, и так далее. То есть это коаксиальный кабель, который имеет волновое сопротивление, его сдавливать нельзя никак. Ну и что касается внешней антенны, то она ни при каких, повторяю, ни при каких обстоятельствах, не может быть буквально вот за окном вашего дома. Вот вы в квартире, например, устанавливаете систему усиления, вы не можете антенну поставить на балкончике, или за кухонным окном. Если вы это сделали, то вот в этой комнате, где у вас установлена на улице, обязательно на улице, внешняя антенна, в этом помещении нельзя ставить комнатную антенну, потому что сигнал точно закольцуется. По правилам вообще внешняя антенна должна быть как минимум на один этаж выше или на один этаж ниже, если мы говорим про верхние этажи, или влево-вправо по фасаду удалена метров на 20. Понимаете, какая история? Вот так. Поэтому с квартирами там еще сложнее. Вам надо обеспечить обязательно вот эти вот расстояния, чтобы между антеннами не было закольцовки сигналов. И в данном случае, несмотря на то, что мы все обеспечили, здесь хорошее железобетонное перекрытие, толстые стены, мы в подвале, мы хорошо подняли внешнюю антенну выше уровня первого этажа. И тем не менее, в режиме авто и в режиме ручной настройки репитер не запускался нормативно. Вот никак не запускался. Он пишет, сохранировка, все нормально, и казалось бы, все можно оставить, но нет, я понимаю, что оставить нельзя, поэтому пришлось применить аттенюатор, я вам его показывал. В данном случае на 10 децибил мы дополнительно ослабили сигналы, которые идут от нас в сторону базовой станции. В городах я вообще рекомендую это делать, для того, чтобы дополнительно его ослабить. И вот эти 10 децибил для нас были спасительными. У нас репитер заработал в режиме авто, раскрылся на 70 децибил по ряду диапазонов, и все у нас стало хорошо. Ну и уровни сигнала электромагнитного, да, я вам тоже показал, при нормативе 10 микроватт на сантиметр квадратный, у нас все в порядке, у нас даже в непосредственной близости от антенны до 5 микроватт на сантиметр квадратный, а в зоне действия антенны, а это достаточно большая площадь, вот весь этот подвал, одна антенна спокойно покрывает, при условии, что там гипсокартоновые стены, там вообще 1-1,5 микроватта на сантиметр квадратный. То есть, условно говоря, ваш телефон, который находится в условиях плохой радиосвязи, вы прикладываете к голове, он вам в голову будет давать 60 микроватт на сантиметр квадратный, я вам показывал, понимаете. Базовая станция, стоящая во дворе вашего дома, там 30 метров от вас или больше, имеет секторную антенну. И тоже там получается такая история, что в силу большого удаления, там 10 метров, 20, 30 метров, и в силу определенной диаграммы направленности сигнала, у нас сигнал затухает обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому базовая станция в 10, в 20, в 30 метрах от вас, она не превышает ту норму, которую Роскомнадзор, Роспотребнадзор определили у нас, 10 микроватт на сантиметр квадратный. А вот еще раз повторяю, телефон, особенно в стандарте 2G, он будет однозначно превышать эти нормы. Однозначно. Я вам показал, в данном случае никаких превышений нет, все замечательно работает. А почему будет превышать нормы? Потому что телефон управляется мощностью базовой станции, базовой станции услышат плохо, в подвале сигнал плохой, усилителей сотовой связи нету. И, естественно, телефон начинает включать максимальную мощность. А в GSM это 2 Вт. И вот 2 Вт в голову. Кнопочный телефон самый мощный. 2 Вт в голову, понимаете? То есть это для тех, кто заботится об экологии, о своей личной экологии, безопасности ретромагнитной и так далее. В 3G уже мощности меньше, значительно, 0,25 Вт. В 4G, в 5G еще меньше мощности. На максимальных значениях смартфоны могут выдавать максимум 0,2 Вт. Что такое 0,2 Вт? Это ваш домашний Wi-Fi роутер приблизительно, плюс-минус. Понимаете? Вот такая суть. Так что, друзья, подписывайтесь. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. У нас есть телеграм-группа, в которой мы обсуждаем. Она привязана к телеграм-каналу. И можно мне лично писать. Вот сейчас внизу высвечивается информация. Это лично телеграм для связи со мной. Не забываем ставить лайк. Я стараюсь для вас все это писать, информировать вас, как потребителей, так и простых радиолюбителей. Ну и также монтажников. Потому что я вижу, что многие монтажники вообще не понимают, что делают. Просто совершенно не понимают. Я сейчас говорю о монтажниках-частниках, которые приезжают с телевизионным кабелем, какой-нибудь там репитер, значит, триколор или что-нибудь такое, я не знаю, там, китайский репитер, который дает помеху. Естественно, потребителя штрафуют. И, в общем-то, операторы не могут терпеть эти помехи. Так что берите сертифицированное оборудование, используйте сертифицированное оборудование. На нашем сайте все это есть. И главное, правильно устанавливайте. Как минимум, опирайтесь на инструкции. Все. Пока-пока. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok